Привет, я Ваня. Давай сегодня порисуем с тобой. Вот сегодня я уже убираю свой гваж. Ещё она вернётся ко мне. Но сейчас я хочу порисовать немножко снеговиков. Я для этого возьму вот такие вот цвета маркеров. Сегодня рисуем маркерами самыми обычными, которые у меня есть. Я ими рисую не так часто, но иногда для взрослых ребят, постарше, хочется нарисовать что-то поинтереснее. И сегодня я буду использовать несколько маркеров. Серые, может быть, голубые и ещё какие-то. Примерно такие мне понадобятся. Если у тебя есть ломастер, этого тоже достаточно. Начинаем. Рисуем снеговика. У меня я для начала сделаю набросок. Набросок можно сделать карандашом, так как сегодня для постарше ребят у меня есть карандашик, и мы будем делать набросок. Снеговик состоит обычно из трёх или двух таких кружочков. Мы рисуем один большой, один поменьше кружочек и один совсем небольшой. Такой вот. Это голова снеговика. Носик его вот такой. Это морковка будет. Шапочку нарисуем. Шапочку. Мой снеговик шапочки. Иногда ведро я рисую, иногда шапочку. Сегодня я хочу нарисовать шапочку. Снеговика чуть-чуть увеличу. Мне кажется, он должен быть побольше. Так. Зайчик, 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 зайчик. Обязательно тоже нарисуем. Зайчик животных. Мы сегодня начали с животного стигрёнка. Здесь у него будет такой шарфик. Здесь мне хочется нарисовать вот такого снеговика с такими кружочками. Здесь со всех сторон. Он такой весёленький будет. Во все стороны смотреть. Вот так, так и так. Здесь у него шарфик я нарисовал. Здесь у него глазки будут. Вот я рисую сейчас набросок карандашом. Также я нарисую это всё маркером. Такие варежки. Здесь одна варежка, здесь вторая. Мне хочется нарисовать побольше одежды, чтобы как раз в варежке как раз и использовать новые цвета, которые у меня есть для рисования. Так вот. Здесь снег. Здесь у него может быть ноги даже такие, шарики, когда рисуешь. Обычно тоже шарики рисуешь. Отлично. Это мы сделали. Теперь я нарисую чёрным маркером. Нарисую основные его моменты, которые я бы хотел нарисовать. Глаза, наверное, чёрным маркером можно нарисовать. Ну и, наверное, не буду дальше продолжать. Если я уже сегодня начал для взрослых рисовать, тогда буду по очереди. Прям сегодня для ребят постарше рисую снеговика. Используем разные маркеры. Сейчас я взял светло-розовый и рисую светло-розовым. Вот тут нарисую, тут. Часто меня просят рисовать маркерами, но я не всегда думаю ими в первую очередь рисовать. Потому что не у всех есть маркеры. И не все могут так классно рисовать. Ну и, в общем, наверное, они дорого стоят. Мне кажется, есть всё-таки... Если есть возможность, то обязательно купите маркеры, попробуйте нарисовать что-нибудь маркерами. Но если у вас нет, не переживайте. Можно рисовать то же самое фломастик. Вот я использовал светло-светло-розовый. И теперь я возьму поплотнее розовый. Вот, наверное, вот этот вот. Посмотрим, какой он. Ну, немножко поплотнее. И мы будем углублять мой цвет. Вот здесь. Здесь я хочу сделать очень белого снеговика. И очень розовую одежду. Он такой, можно сказать, снеговик девочкой. Похож на снеговика девочкой будет немножко. Ну, не беда. Тогда бывает снеговик. Снежной бабе. Друга надо. Я помню эту сказку. Так. А теперь рисуем темно-розовым. Таким. И вот так полосочки. Вот так полосочки. Некоторые маркеры у меня перестали писать. Потому что я не часто рисую. Все-таки не часто. Сейчас посмотрим, как этот не очень пишет. Вау, вау, вау. Спасибо, вау, вау. Рисуй со мной. И присылай свои работы в группы ВКонтакте. Конечно же, в группу ВКонтакте присылай. И обязательно покажу, если что-то сегодня нарисуют. Обязательно покажу ребятам здесь же на стриме. И покажу, что со мной рисуют другие ребята. Вот такие мы рисуем. Получается здорово. Здорово, здорово, здорово. Попробуем здесь нарисовать. О, вот этот тоже хорошо рисует. Можно использовать и тонкие, и толстые. Так. Суть рисования маркером, когда вы рисуете что-то такое набросок. А после этого от светлых маркеров идете к темным. И получается у вас все сложнее и сложнее рисунок. И все больше градаций цвета вы можете использовать. Разные цвета. Потемнее, посветлее. Мелкие варианты вы можете нарисовать. Например, ниточки нарисовать. Вот здесь вот тоненьким маркером. Где-то можно потемнее нарисовать. Посветлее, потолще. И получается у вас разнообразие. Сейчас я еще не закончил. Сейчас я возьму совсем темный. Надеюсь, кто пишет. И мы утемняем. Не боимся утемнить. Прямо пытаемся еще темнее сделать. Здесь, здесь. И как видите, я немножко всегда уплотняю, уплотняю, уплотняю. И получается все более интересный рисунок. С глубокими градациями цвета. Когда вы можете использовать все возможности ваших маркеров. И накладывать. Опять-таки. Вот так получается. Спасибо, что учите нас рисовать. Пожалуйста. Я не то, чтобы сильно учусь. Сейчас я учу. Потому что я один. Но если вы заметили, когда мы рисуем с ребятами. Например, с Катей. Мы обычно уже даже не учим друг друга рисовать. А просто она рисует. Так, как умеет. Как она хочет. Что она хочет. Обычно всегда ребята выбирают то, что они хотят нарисовать. И это, мне кажется, основное. Все мои рисунки, когда я рисую с ребятами. Ребята выбирают сами. Они говорят, мы хотим сейчас рисовать вот это. И рисуют. Понимаете? Теперь я взял серый маркер. И начинаю понемножку моего снеговика рисовать. Он начинается с очень светлых тонов. С очень светлых. Но закончу я таким темно-серым. И он у меня будет такой насыщенный. Немножечко прям везде я добавил светло-светло. Он такой светлый, еле виден. Но мне он виден лучше. Потому что немножко. Так, теперь попробуем этот. Тем-тем-темней. Вот этот уже потемнее становится. И его тоже начинаем использовать. Так, здесь, здесь и здесь. Так, недостаточно еще. Еще более серый я хочу найти. Может быть вот такой. Попробуем его. Вот этот серый мне больше нравится. Он такой потемнее. И вот здесь его можно использовать. Вот здесь. И я буду когда серым делать темнее. Вот тут я буду неровные линии класть. Потому что делать неровные линии, мазки. Потому что снег такой неровный. И он, мне кажется, вот тут как раз неровность. Его стоит показать. Что снег у нас неровный. Здесь, здесь, здесь. И даже на шапку я тоже могу серого добавить немножко. Так, так, так. Такой вот снеговичок. Это мы еще не закончили. Вот этот серый мне понравился. Я его оставлю. А теперь я возьму оранжевый. И тоже оранжевый. Как смотрите, как я буду делать морковку. Я тоже буду светлый брать сначала. После этого возьму потемнее. И закончу темным. Таким вот темно-оранжевым. И получится у нас такая яркая морковка. Отлично. На морковку можно и черненького взять. Немножко подработать ее. Вот так вот. Сейчас особенно мне нечем рассказывать. Потому что сложно рассказывать. Если вы что-то пишете, я обязательно почитаю ваши комментарии. Через минутку, когда закончу. Вы где-то учились или талант? Ну, сложно сказать, где я учился. Конечно, я учился в художественной школе. И у меня работа такая немножко связанная с художествами. Я занимаюсь дизайном. Графическим дизайном. В разных областях. А так, в принципе, наверное, учился. Я скажу, что навряд ли можно всему научиться самому. Лучше всегда сходить в музыкальную школу. Там поучиться музыке. Потому что самому музыку придумать довольно сложно. Особенно сейчас. Начинать, изучать. А если вы хотите рисовать, то тоже советую обязательно сходить в художественную школу. Может быть, ненадолго. Может быть, немножко. Но вы узнаете больше. И вам расскажут что-то. Потому что не всегда можно рассказать это все в интернете. И не каждый художник рассказывает, как он рисует, почему. И какие возможности есть. Так что я советую всем посещать художественную школу. А если родители задумываются о том, что ваш ребенок много рисует, то попробуйте разочек сводить. И обязательно он вам ответит, что ему нравится или нет. Потому что если меня в два года отвели в художественную школу, я сказал, я хочу туда ходить. И сидел там с утра до вечера. Никуда не уходил. Прям сидел и сидел и сидел. Такой вот у меня снеговик получился. Он очень простой. Вы сможете его тоже повторить. А теперь я возьму немножечко темного цвета. И хочу его под контраст. Вот здесь вот. Где-то добавить. Голубого такого яркого. Чтобы он стал еще белее, белее, белее белого. Толстым маркером легко рисовать. Потому что особенно такие фоны, когда нужно много-много рисовать. Толстым слоем можно прям таким широким пером накладывать больше, чем ты хочешь. И тебе легко рисовать. Тонким фломастером трудновато повторить то же самое, что я сейчас делаю. И я накладываю штришочки так вот по диагонали. А теперь я возьму еще темнее немножко. Нет, я возьму сначала светлее. И добавлю мой голубой. Нет, еще светлее, еще светлее, еще светлее. Вероятно, вот такой может быть. Попробуем вот такой. Где-то я хочу еще добавить голубого в сам снеговик. Немножко-немножко голубого. Где-то прожилки такие. Вот так, 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 так. Такой снеговик. Теперь я хочу взять потемнее. И углубить где-то свет вот здесь. Такой снеговичок. На Новый год такие рисовалки, конечно, интересны. Но мне сегодня хотелось бы что-то и попроще нарисовать. Сегодня я прям задержался на снеговичке. Если вы родители и ждете, когда я буду рисовать такие простые рисунки, обязательно оставайтесь. Потому что сейчас и дальше я буду рисовать очень простые рисунки. Здесь я рисую такие кружочки. Кружочки, кружочки, кружочки. Они должны показывать, что снег идет. Снег идет, снег идет. Вот так. Так, а как же я буду показывать, снег идет. Вот у меня есть такой маркер, который пытается вот здесь сделать дырочки. Но придется подождать. Он где-то высветляет. Где надо, например, я могу высветлить. И делать дырочки. Он очень скрипит. Возьму-ка я вот тут. Вот где я рисую, там получаются маленькие-маленькие дырочки. Рисование маркером всегда долго. И если вы думаете, что за 5 минут вы нарисуете классный рисунок, может быть у вас получится. Но лучше все-таки дать себе больше времени и побольше потренироваться. Такой вот рисунок получился. Я действительно очень просто нарисовал маркером. Я старался тоже не усложнять сейчас. Но получилось все-таки и долго, и сложновато. Спасибо, что оставались со мной. Через минутку я буду рисовать елку или еще кого-то на Новый год. Так что не уходите. Сейчас я давлю паузу. Продолжение следует...